всем добрейшего утра на канале old dutchman на улице у нас как вы видите ой блин пасмурно несколько дней подряд у нас идут дожди с мерзлым снегом это апрельская погода видео выйдет хорошо если у меня через запланированное это видео выйдет в конце апреля я надеюсь придется что-то сменять чтобы блин соответствовать вот этим вот погодным обстоятельствам этим условиям погодным чтобы не казалось людям в мае месяце что вышло апрельское видео нафиг она кому нужно так вот сегодняшнем видео я хотел бы затронуть тему беженцев опять затронуть тему беженцев из различных стран в частности из стран африки из стран ближнего востока азии вот этих вот афганцев сирийцев ливийцев конголезов угандийцев и так далее почему у нас буквально недавно тут в городе в одной из этих общак для вот этих вот перебежчиков этих беженцев вот была сильнейшая драка несколько каких-то там мусульманских вот этих я ничего не имею против религии допустим мусульманской ничего не имею против к католиков против не знаю там баптистов нудистов блин там буддистов кришнаитов ради бога верьте хоть в кого угодно хоть фонарный столб это ваши личные дела это ваши личные предпочтения но приезжая в какую-либо страну вы обязаны адаптироваться под условия культурные и традиционные той страны в которой вы собираетесь жить а не требовать чтобы эта страна подстраивалась под ваши желания под ваши требования или под вашу религию вот вот о чем я говорю и вот сейчас об этом я и буду с вами разговаривать ребята просто вдумайтесь слушайтесь я не хочу никого из допустим и слушателей обижать я не хочу никого унижать но правило или допустим человеческое круто поведение достоинство должно быть у любого человека у любого нормального человека так вот у нас в городе есть несколько вот этих вот общак для беженцев одна просто общага где они живут им там предоставляют различные условия для жизни кому-то помогают найти работу кому-то помогают еще в чем-то вот есть такой называется анкер центр это анкер это якорь то есть этих людей там держат для отправки обратно или домой туда откуда они приехали или в какую-то другую страну которая можно которая согласится их принять потому что их по тем или иным причинам государство принимать отказывается или у них бумаги какие-то не те или какие-то бандиты блин криминал какой-то сейчас же всякой дряни сюда понаезжала блин бандиты насильники какие-то там педофилы еще какая-то дрянь вот это вот африканская сюда понаехала блин и здесь ведут себя как не знаю кто да вы можете сами увидеть и в интернете и по телевизору очень много разных показывают этих репортажей где молодые люди вот эти вот прибывшие сюда из каких-то африканских стран просто так просто напросто ходят по улице без без всяких причин избивают людей местных полиции хватает и вместо того чтобы сажать в тюрьму их отправляют в дурку якобы у него сильнейшая психологическая травма его нужно лечить да нафиг выгонять таких блин баранов надо из страны выгонять так вот я опять ушел от темы несколько африканских вот этих вот скажем так исламистов до полусмерти отметили ли еще одного у которого на шее висел христианский крестик то есть человек тоже приехал сюда скорее всего из африки может быть он христианин может быть здесь решил стать христианином они увидели у него этот крестик начали его избивать набежала охрана попыталась разобрать вот эту вот заваруху вот эту толпу получила еще пять человек охраны получили еще по ушам причем получили конкретно там же целая толпа там не не человек на человека не один на один а там целой толпой нападают на вот этих вот охранников получилось так что там человек может 15 или 20 на них напала на тех охранников но проблема охраны в том что у них нет огнестрельного оружия да не дай бог у них нету газового оружия у них у них кроме дубинок наручников и каких-то там непонятно светошокера крючок это другой фигни больше нет никакого снаряжения и вот в этом проблема в этом их беда ну и конечно же еще беда в том что они нифига ничему не обучены в охрану их набирают только потому что они прошли определенные курсы обучения по каким-то там параграфом полицейским как вести себя на объектах с охраной где находятся люди как вести себя при задержании и так далее но их не обучают именно боевым действием их не обучают скажем так просто рукопашного боя в общем вызвана была полиция приехала несколько машин полиции и под повязали вот этих вот арабов никто не там мусульмане вот этих их повязали и увезли в кпз и это говорит о том что наша культура в первую очередь благодаря вот этому сегодняшнему нашему правительству немецкому в котором сидят вот эти вот зеленые безграмотные абсолютно безграмотные политики практически ни один из них не имеет ни высшего образования не хотя бы пяти лет стажа работы нету у них такого понимать нету благодаря вот этим он зеленым у нас сейчас творится такой бардак в стране в городе у нас построили две этих каких блин мечети одна просто мечеть там 2 мечеть плюс культурный исламский центр что им еще не хватает нет теперь они требуют чтобы в магазинах куда они заходят за продуктами там что-то покупать чтобы ты в магазинах прекратили продавать свинину прекратили продавать вот эти вот типа как не кошерные товары прекратили продавать там не знаю там то что с их исламской культурой то что с их религии вот этой вот мусульманской идет в дикое расхождение то есть они требуют вот эти вот люди приехавшие сюда ищущие убежище там не знаю политического убежища или убежище от войны они требуют чтобы люди принявшие их на временное жительство адаптировали свои условия условия своей страны под их интересы я вот этого не понимаю блины как и живут помните поговорка чужой монастырь со своим уставом не ходят можешь по рогам получить за то что блин там в каждом монастыре свои правила хоть и библия 1 так и здесь в каждой стране свои правила свои традиции свои законы хоть допустим италия это скажем так не строго христианская но христианская страна австрия христианская страна тоже самое касается германии понимаете у нас здесь настолько вот сейчас толерантно стали относиться к вот этим вот беженцам что многим людям очень страшно просто даже днем стала ходить по улице у меня сколько раз было вот знакомые с полиции писали по телефону по ватсапе вот мол так и так посмотри у нас ссылочка вот нас показали около ареал вот этот около ж.д. вокзала там наши коллеги там ловили среди дня тунисцев вот этих вот алжирцев эритрейцев вот этих которые уже днем пытаются отлавливать блин при свете солнца пытаются отлавливать молодых девушек затаскивать их в кусты и насиловать они днем это пытаются делать эти вот ушлепки я не знаю я стараюсь более-менее сейчас подбирать такие выражения чтобы youtube не заблокировал мой канал потому что скажешь пару резких словечек и можешь получить потом по рогам от этого ютуба можешь даже канала лишиться типа ты не толерантен ты не соответствуешь условиям или правилам там нашего какого-то сообщества а нафига вы строите такое сообщество в котором всякая свинья считает себя львом блин да и вот вот сейчас я как раз проезжаю тут на перекресток один но блин тут деревья уже распустились и не видно крыша вот одной одной вот этот мечети здесь с правой стороны здесь есть большой мусульманский центр вот этот религиозный мечеть и сам вот этот центр и дальше сзади меня там по улице где-то километра полтора два там просто есть мечеть ходите молитесь богу в свою своей мечети по своим правилам с законом но уважайте законы и традиции той страны в которую вы приехали друзья что же вы творите-то блин а потом они еще обижаются и мол типа их избивают типа их не считают за людей а почему их нужно считать людьми если они ведут себя как животные они считают что если они прибежали оттуда получают здесь деньги слава богу увели вот эту битсаль карту по которой они уже нифига денег получать не могут слава богу и многие из них уже в прошлом году начали сами просто уезжать из страны мотивируя это тем что германия не соответствует их запросам их чаяния то есть они рассчитывали на то что они сюда приедут каждому из них дадут дом или квартиру каждому предоставят минимум в месяц пять-шесть тысяч евро просто так дадут возможность кататься на машинах плевать в лица блин местным издеваться над местными заходить в магазины разбивать товары на полках блин там не знаю устраивать бардак устраивать хаос они на это рассчитывали что ли получилось обратно получилось другое я говорю вот у нас в баварии единственная страна туман единственная земля в которой правительство более-менее хоть она и консервативная но она все-таки следит за тем чтобы традиции страны традиции народа не нарушались бавария самая первая одна из самых первых ввела вот эту бецалькарту бавария еще при меркель когда все правительство и меркель в том числе были против того чтобы выгонять обратно вот этих беженцев иракских иранских и тому подобных обратно в эти их страны бавария уже тогда ежегодно по 15 тысяч вот этих вот человек отправляла обратно в терпимые страны скажем так в те в которых нет войн но которые согласны их принять бавария уже тогда это дело и сейчас это дело сейчас у нас это делается намного больше чем было раньше но тем не менее вот этих вот отбросов скажем так мирового сообщества выстраивала вот это по принципу фейсбук или ты постишь сиськи или котиков или ты идешь нафиг потому что ты говоришь правду и вот знаете вот папа по меркам вот это вот фейсбукного сообщества нафиг никто здесь не хочет жить здесь люди живут которые привыкли работать привыкли зарабатывать себе деньги на жизнь с этих же денег люди идут спокойно культурно отдыхать кто в ресторан кто куда поехать в кафе допустим на дискотеку или еще что-то и тут приезжает целая толпа вот этих вот беженцев непонятно откуда они взялись блин и начинают избивать в первую очередь тех кто дал им руку протянул им руку помощи а потом начинают избивать тех кто помогает тем кто протягивал руку помощи вот этим беженцам да нафиг да вы что знаете я я не говорю что я вот какой-то человек который там ненавидит определенные народы или там еще что-то высказывает там негатив или высказывает ненависть нет ни в коем случае но я против того чтобы люди приезжающие в какую-то страну в поисках допустим политического убежища начинали вести себя как свиньи начинали вести себя как животные что будет с вот этими с этой толпой вот этих мусульман которые изметелили своего живут скажем сокамерника с которым живут живут в этой в этой общаге я пока не знаю я пока не знаю но в любом случае было бы было бы действительно единственно правильным вариантом выгнать их всех нафиг куда-нибудь в афганистан там или еще куда-нибудь в пакистан в индию блин вышвырнуть их отсюда и раз они отказываются вести себя как люди если они отказываются жить по правилам и законам норма принятым нормальным допустим человеческом обществе помимо вот это вот общежития в котором вот это вот произошла сумасшедшая драка у нас я вас в начале видео сказал анкер центр там тоже там есть там вообще бардак там живут помимо зарегистрированных еще целая толпа людей которые просто так встретились им на улице здесь так вот вы скажете да что ты врешь такого не бывает был там мы в мы прекрасно знаем и вы нифига не знаете если так говорите какие-то шоу шоблы привозящие сюда вот этих вот беженцев нелегалов через своих знакомых тот знакомый приходит идет погулять на улицу встречает своих вот этих вот друзей нелегалов заходит вместе с ними обратно в этот свой анкер центр свою комнату его на охране спрашивают кто это такое там мы пришел меня посетить там в гости сейчас все и этот остается он просто выходит из его комнаты заход в комнату другому и при проверке оказывается или он спрячется где-то в туалете или еще где-то при проверке при вечерней оказывается что ну нет этого человека тогда а потом он спокойно выходит и начинает спать там на потом начинает там приводить вот таким вот образом приходят другие третьи и десятые и так собирается там толпа в прошлом году в конце года была хорошая очистка в этом анкер-центре вы не поверите там центр рассчитан по моему на 100 на 150 человек кажется около 70 человек поймали вообще тех кто там быть не имеет права вот так вот лезут устраиваются вот так вот они конечно деньги тем не платят но им приезжает ежедневно машинка которая привозит продукты питания там не для малых детей там допустим йогурт и молоко хлеб там овощи фрукты и вот за счет вот этой вот этой вот этих маленьких пожертв они вот эти вот бараны блин извините за выражение жрут и живут в свое удовольствие а потому что по вечерам ходят и режут людей ходят убивают ходят насилуют хоть продают наркотики блин наркотики же продавать намного блин прибыльнее чем день стоять на на этом самом на конвейере на заводе бмв или на заводе ауди да еще намного прибыли елки-палки вы знаете я не честно сказать мне вот когда мы сюда ехали мы рассчитывали на то что нас здесь примут как людей мы старались вести себя как люди мы до сих пор все ведем себя как люди но когда сюда приезжают под видом людей какие-то вот обезьяны блин не знаю только вчера спустившиеся с дерева блин с пальмы блин и бросившие блин кокосом в своих соплеменников блин и боящиеся возмездия блин то извините блин такие господа здесь нафиг не нужны честное слово блин не знаю не знаю вот такое вот у меня с самого утра вот настроение блин поймать кого-то дать кому-то в морду блин жалко ну знаешь что потом тебя же за это и посадят